Показать вам наш новый объект, мы находимся в Новой Каховке, это Букинские двора. Такой у нас дом, попросили сделать отмостку. Что такое отмостка и как ее делают, мы вам сегодня расскажем. Вот дом у нас, и вот сама отмостка. Мы уже начали ее делать, я вам покажу дальше как продолжать. Толщина 10-15 см. Вот так вот вокруг балконов, везде, общая площадь будет 160 квадратов. Ну, уже мы три дня работаем, где-то половину почти сделали. Вот так вот опалубку выставляем. И потом будет заливаться. Этот кусок мы сделали вчера и накрыли пленочкой. Было у нас каждый день дождь сейчас, очень неудобно работать, мешает постоянно. Но все же боремся с ним. Вот тут у нас конец. Сейчас я вам покажу. Вот такая. Это потом все загладится и будет красивенько. На низ кидается обязательно вот такая сеточка. Это мы армируем ее, потом она все цельная, плотная и никуда не денется. И каждые полтора-два метра я ставлю вот такое вот стеклышко. Его не видно, наверное. Стеклышко. Это у нас является температурным швом. Вот тут целая куча. И каждые полтора-два метра ставим ее. Вот смотрите, отмосточка, терочка какая. Покажи, арматурка, что, двойная его делай? Тройную даже что-то нет? Тут я согнул, да. А, просто тебе обрезать нечем было. Понятно. И по асфальту даже, да? Да. Да, прям по асфальту. По асфальту, да? Ну вот видите, какая дорожка. Отмостка называется. Смотрите. О, здесь и люди, и котики, и собачки походили. А там тоже вы будете делать? Нет, пока обрывают. Нет, я смотрю, ну там... Мы спереди не делаем, а так торцы. А, торцы делайте, задние. А для чего вы их делаете? Подвал затекать, цель. Да, подвал, чтобы был сухой, чтобы вода стекала. Понятно. Слушай, что такая интересная у вас эта тачечка? Самодельная. Нифигаси. С мопеда брали, да. С мопеда, да, собрали дорогу. С мопеда? Да. А, колесо вижу классное, да? Ну, небольшое, только вот это маленькое надо борта. Да, его повыше поднять. Ну, борта надо нам... Наварить, да. Наварить борта. Да, да, супер. Ну, вот видите, здесь был асфальтик, и хозяева решили дома подлить отмостку. Вот так она выглядит. Вот видите, здесь непонятно, что там домовые живут. Представляете, сколько километров надо ляп-ляп-ляп, кидать, кидать, кидать. И получается такая бетонная отмостка вокруг дома. Это работа толика. Ну, целлофан, наверное, дождь накрывали, чтобы не побило. Видите, красивая такая отмостка, качественная. Ну, чтобы, видать, с домом площадь большая, видите, вода сюда текет и сбрасывается. И хотя бы туда растекается. О, видите, а вот это я вам покажу. Смотрите, какая. Вот видите, как делался арт-бетон, которому 50 лет. Ну, каком? В 60-м, 70-м году. Даже на 30-20, да, на 50 лет. Вот видите, ни штырей, ни хрена, ничего. По кирпичу, красному, вот такую сделали, представляете, сделали тягу. Ничего нету. Представляете, даже, бляха, здесь, вон, гидроизоляция. И, смотрите, вот такой вот бордюрчик, они его поштукатурили, и он выдержал. 50 лет. Если бы они забили хотя бы пару штырей, это вообще бы работало. А здесь, видите, шуба, смотрите, шуба тоже стоит. Смотри, прекрасно держится. Знаешь, что не сетку. И говорит, клей. Да какой нахер клей? Никакого клея никто нигде не применяет, и они даже не знали, что такое клей. Вот кидали бетон обыкновенный, правда, синий, я не знаю, один к трем, наверное, все равно кидали. А это, видите, уже новые технологии. Вот это, видите, это пенопласт, поштукатурили, побелили его, и все. И вот теперь дом утепленный. А здесь силикат. Здесь дом, видать, зажиточный. Но здесь что-то вот смотрю, видите, какая-то декоративка чуть-чуть сделали, а здесь не сделали. Может, это соседская. Ну, видите, здесь декоративка есть. А это, видите, ну, не знаю, что-нибудь. Он, видите, рвануло немножко. Что здесь у нас такое? А, это он хотел, знаете, что, наверное, или балкон здесь, или что-то они сюда сделать, видите, пристроечку сделали. И они сейчас сюда киданут крышу, и, а, видите, там уже балкончик есть. И вот, представляете, в 50 лет вот эта декоративная штукатурка выдержала. Вот вам такая информация. А то клей, шмеет, да нахрен кому он клей? Вы работаете без клея, вот, видите, она даже держится, в кляну держится. Ничего нету, видите? Ну, здесь вот это или замокало, или брызгало, немножко рвануло. Красный кирпич, без ничего, вот, смотрите, видите, выдержал вот такие нагрузки в 50 лет. Ну, вот это вот, что хотел вам показать. Ну, и я могу вам показать вот растворный узел. Это младший зять. Старший уже хитрый, делает беседки, а младший с низов решил. Как стать генералом, сначала стать солдатом. Вот, видите, какой песочек, смотрите, мельненький, смотрите, обалденный песок. Вообще нету, ну, он как бы скульптурный. Ну, нас просто повезло, вот такой песок находится. Речной песок. Ну, это не кучегорный, речной. Это белый вообще супер. Да. Он садится и... Очень часто мне задают вопрос, а каким песком мы работаем? Ну, обычно мы работаем у нас как кучегорный или карьерный песок. Ну, а здесь привезли речной песок. То есть, вот уже есть опыт работы с речным песком. Он тоже себя нормально показывает, и можно работать с речным песком. Но опять, это Херсонская область, Новая Каховка. Здесь очень хорошее песок. Он и как скульптуры делает, и работать можно им. И бетоны, и штукатурки. То есть, очень мало камней, и мало примесей глины. А этот, видать, я не знаю, как он речной получается. Это здесь Днепр. И как бы, ну, там немножко ила присутствует. Потому что он пластичный, и им хорошо работает. Ну, какой замес мы делаем? Ну, как бы мы делаем один к трем. Ведро цемента пятисотого и три ведра песка. И там, давайте, три ведра щебня. Потому что если больше щебня, то он плохо обволакивается. И как бы, ну, сложнее с ним работать. Ну, для себя, для мелких, я бы делал сегодня один к двум. Ну, это же все-таки производство. Здесь делается один к трем.